Настоящие средневековые баталии прошли в Чите в рамках выставки «Доспехи и оружие». Окунуться в мир средневековой истории и посмотреть зрелище могли все желающие и проходящие мимо. Бои на мечах ушедших времен поддержали ребята из Читинских ролевых клубов исторического моделирования. С подробностями Лена Хзанян. Два года назад Михаилу надоело сражаться виртуально во всемирной паутине. Хотелось попробовать себя в настоящем бою. В клуб по интересам пригласили друзья. С тех пор Миша занимается универсальным историческим фиктованием. После того, как посетил выставку «Доспехи и оружие», понял, руки тоскуют по рукояти меча. Для меня это очень интересный вид спорта, очень разнообразный. Тем более он очень хорошо развивает тело, развивает ум. В целом навыки, которые здесь получаем, они применимы и в реальной жизни. Ну и опять же это изучение, можно сказать, истории. Местные ролевики – это те ребята, кто собирается в ролевые реконструкторские клубы и устраивает сражения между орками и хоббитами. В Чите было пять таких объединений. Большинство из них распались. Кто-то не захотел проблем с полицией, уж больно ревностно она относится к колющему и режущему. Кто-то просто поменял интересы. У кого интерес не пропал, те были на площадке с мечами. Кто-то показывать будет с мастерством, с клинком, на диксолите работать, кто-то будет на железе работать. То есть это именно бугур. Бугур там назывались в старину рыцарские турниры. Сейчас это бой между двумя или несколькими игроками. Диксолит – бой не в полную силу. Распорядитель, в нашем случае он же и ведущий, останавливает сражение по своему усмотрению. Воинов выбирали прямо из публики. Я хотел прийти на выставку, но сказали, что будет выступление, решил остаться посмотреть. Просто посмотреть не удалось. Сказали надевать кольчугу и рубиться. Как оказалось, даже понравилось. После определения победителей у строителей продемонстрировали замечательное фаер-шоу, можно сказать, небезопасное для некоторых зрителей. Елена Хзанян, Флатно-Серли, Вести, Чита.